Этим летом я уже снял 4 видео лучших смартфонов. Топ за 100, 150, 200 и лучшие компакты. Теперь пришло время топ лучших смартфонов за 300 баксов. И первым, самым раскрученным и самым хайповым смартфоном в этой ценовой категории является Xiaomi Mi 9T. Во-первых, там топчик процессора Snapdragon 730 и это сразу же говорят практически все обзорщики. В принципе так и есть, этот процессор уже обходит флагманскую линейку 835 Snapdragon и уже подбирается к 845. Также у девайса 6 гига оперативки, 64 гигабайта постоянной памяти, тройная основная камера, фронтальная камера которая выезжает и 4000 мА батарейка. Но этот смартфон хвалят не только из-за технических характеристик, но он также и внешне выглядит очень прикольно. Плюс ко всему камера которая выезжает с подсветкой, еще и со звуком, это все выглядит прям как знаете дорогая красивая игрушка. Но его хвалят и по составляющей части камеры, потому что основная камера здесь 48 мегапикселей, дополнительная камера на 13 и на 8 мегапикселей. То есть всего 3 камеры. Фронталка на 20 мегапикселей, которая делает вполне себе приемлемые селфи. Благодаря всем этим фишкам, этот смартфон действительно является хитовым девайсом. Если у вас или у ваших друзей он появится, однозначно он привлечет внимание и все захотят поузнавать о том, что же он из себя представляет. На сегодняшний день данный смартфон продается в магазине GearBest.com за 305 долларов 70 центов. Это без учета всяких кэшбэков, поинтов и так далее. Следующим девайсом является Vivo Ico Neo. Здесь стоит 845 Snap, который кстати мощнее 730, который установлен в Mi 9T. Также смартфон обладает традиционным на сегодняшний день внешним видом. Это трогная основная камера, это каплевидный вырез под фронталку, это сканер отпечатка пальцев в экране. По сути все очень знакомо для нас. Но тут больше всего интересно сочетание хорошего железа и выгодной цены. Сейчас продается на Алиэкспрессе за 287 долларов 98 центов. Также для вашего удобства я оставил ссылочки в описании, для того, чтобы вам не нужно было искать, где этот смартфон продается по такой цене. И заодно посмотреть актуальную цену, потому что цены меняются. Еще одним девайсом, заслуживающим внимания является Lenovo Z6. Девайс также имеет весьма интересные технические характеристики, такие как Snapdragon 730, 6 гига оперативки, 64 гигабайта постоянной памяти, 4000 мА батарейку. Но здесь есть особенность. OLED-экран. Я некоторое время пользуюсь смартфоном LG, у которого OLED-экран. И я скажу, что это один из лучших экранов, который когда-либо я видел в своей жизни. Черные пиксели действительно там черные. Здесь также присутствуют плюхи, свойственные данному ценовому сегменту. Сканер отпечатка пальцев под экраном. Тройная основная камера. Супер быстрая зарядка батарейки на 4000 мА. Но стоит отметить одну маленькую фишечку, которая уже не свойственна данному ценовому сегменту. Это разъем для наушников. Он здесь все еще есть. И я думаю, некоторые люди только этому порадуются. Следующим девайсом является Xiaomi Mi 8. Это прошлогодний флагман от компании Xiaomi, который на сегодняшний день является весьма актуальным. С учетом того, что он существенно падает в цене. Я думаю, что он в ноябре на распродаже 11.11 будут вообще распродавать остатки. И будут его продавать баксов за 250. Но в принципе 300 баксов это уже годная цена для его характеристик. Это 845 процессор, 664 по памяти. Это хорошие камеры, как основные, так и фронтальные. Да, батареечка здесь 3400 мА. Мы могли бы поставить и побольше. Но и сегодняшний флагман Xiaomi Mi 9 не может похвастаться весьма емкой батареей. И насколько мы знаем, что Xiaomi Mi 9 сейчас не дошел до совершенства в плане оптимизации ПО. А вот Mi 8 уже отточили очень даже неплохо. И фанаты, и сама компания выпустила столько обновлений и патчей. Очень даже хорошо поработав с девайсом. Да что уж говорить про Mi 8. У моей мамы Xiaomi Mi 5s. Посчитайте сколько времени назад он вышел. И он работает просто прекрасно. Mi 8 я могу отнести к удачным моделям. И он будет так же долго служить, как и Xiaomi Mi 5s. Следующий девайс является новинкой из новинок. Цена на этот смартфон сейчас находится в диапазоне 300 долларов. Но ритейлеры потихоньку начинают сбавлять обороты. Буквально за 2 дня уже упала цена на 25 баксов. Это Huawei Honor 9X. Это продолжение уже, я бы сказал, легендарной линейки Honor. Полноценно мне удалось застать 2 смартфона этой линейки. Это 8X и 7X. И скажу, что 8X действительно удачная модель. Ну, владельцы точно подтвердят. Я бы сказал так, что 9X действительно стал лучше, нежели 8X. Кроме того, что у него немного увеличился экран, у него пропала челка. И сейчас этот смартфон имеет свойственную для данного ценового сегмента выезжающую камеру. Также в смартфон установили 48 мегапиксельную основную камеру. А еще смартфон оснастили HiSilicon Kirin 810, который предположительно по производительности лучше даже 730. Но это нужно тестить. Наконец-то основная камера будет записывать видео в 4К. Наконец-то у смартфона будет Type-C. Приятно, что добавили объем аккумулятора. Теперь это 4000 мА. Единственный неприятный момент, то что смартфон стал тяжелее на 31 грамм. Я бы сказал так, что он не только тяжелее, но он еще и больше, выше, шире и толще. Я буду надеяться, что это не так критично заметно по сравнению с Honor 8X. Но подписывайтесь на канал, для того, чтобы посмотреть сравнение Honor 8X и 9X. Последним и спорным для меня смартфоном является Meizu 16. Спорный, потому что мне он не сильно понравился, но тогда он и стоил совершенно других денег, практически в 2 раза дороже. Сейчас смартфон уже продается за 295 долларов 99 центов. Это на официальной странице Meizu в Алиэкспресс. Из того, что мне понравилось, это смартфон на 845 Snapdragon. Все игры и сам смартфон очень шустро работал. Второе, это то, что он очень быстро заряжался. Но правда, у него батарейка всего лишь 3000 мА. И третье, то что смартфон классно фоткал. Снимал видео так себе, но фоткал он вполне себе прилично. Смартфон я добавил в топ, потому что у него слишком упала цена. И по сути он равен в цене с Xiaomi Mi 8. Лично я выбрал бы Xiaomi, но я знаю, у меня в комментариях очень много фанатов Meizu. И если бы я его сюда просто не добавил, вы бы меня точно начали хейтить. Сказали, эй, Meizu 16, пожалуйста, добавь. Ты что не добавил? Ах ты ж на тебе дизлайк. Поэтому Meizu 16, если вам интересен. Также стоит отметить, что в связном я нашел за 19900 Sony Xperia XZ1. Я считаю, что этот смартфон очень интересен. Несмотря на то, что железо, возможно, не такое топовое, как у девайсов, о которых я говорил. Но тем не менее, 835 еще могет. И это я знаю по своему Mi Mix 2. Плюс ко всему интересный дизайн, необычный. Ну и конечно же, это Sony. Этот смартфон действительно для излюбленных фанатов компании. Также стоит отметить, что в официальной рознице в этой ценовой категории можно купить Galaxy A40, Galaxy A50, Moto One Vision, Vivo V18 Neo. Но не забывайте, что у меня есть топ за 200 и там есть тоже весьма годные девайсы. На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо за просмотр. Всем пока. До скорых встреч в новых видео.